всем привет дорогие друзья дорогие подписчики дорогие зрители канала любители видеоигр и по-настоящему хардкорных ретро игр но после перерывчика такого небольшого я решил вернуться к серии резидента точнее будем проходить игру под названием resident evil survivor вот отличительная черта от предыдущих серий это то что игра сделана от первого лица вот и как бы многие считают что это и как четвертая часть резидента но разработчики по моему мнению просто решили сделать эксперимент вот как будет выглядеть игра от первого лица что давайте новая игра и ставим на тяжело в 1998 году в тихом городке ракун-сити случилось несчастье неконтролируемая эпидемия создана созданным корпорацией umbrella превратила город в смертельную ловушку при не было выхода чтобы восстановить распространение эпидемии амбреле пришлось уничтожить весь город однако город был не единственным местом где произошла вспышка эпидемии однако это не единственное место где произошла с уничтожением уничтожение эпидемии Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Моя голова болит и я не могу ничего... Вспомнить... Моя надежда этот пистолет... Я вспомню... Я выживу... Где? Где я? Я ничего не помню... Кто я? Где я? Ну вот, собственно... Начало игры... Мы можем... Управление... Можем смотреть по сторонам... Лево-вправо... Вверх-вниз... Разработчики... Не сделали такой роскоши... Вот... Разбит вертолет... Так... Целимся мы вот так вот... Патроны в пистолете у нас... Бесконечные... По крайней мере... В начальном пистолете, который дается... Дальше я не помню... Что будет... Вот... Давайте посмотрим дальше... Лежит трупик... Давайте посмотрим... Ты? Я, кажется, знаю... Но... Но я никак не могу вспомнить... Надпись... Арк Томпсон... Написано здесь... Арк Томпсон... А... Хотя я ничего не помню... Но уверен, что таким образом... Никто не мог умереть... Что? Ну, первый враг наш... Давайте-ка его... Завали... И взяли ржавый ключ... Первый зомби... Да, кстати... Перезарядки... В игре как таковой нету... Вот... Чтобы перезарядиться... Нужно... Выстрелить... Все патроны... Тогда вот начинается перезарядка... Либо... Когда мы заходим... Ну, в определенную локацию... С... Неполным... Магазином... То автоматически... Как бы... Магазин пополняется... Вот... Есть такие вот... Насчет эмулятора... Насчет игры... У меня... Что-то она работает как-то нестабильно... Вот... Но... Это самое... Нормальное, что я нашел... Как бы... Некоторые вообще были... Вообще не работают... Либо... Тоже там... Либо только звук... Либо только видео... Короче... Итак... В игре есть развилки... Каждая развилка... Как бы... Ну... Не скажу, что как отдельный сюжет, но... Как бы... В разные пути... Я даже не знаю, как это выразиться... Вот... И... В прохождении я хочу попробовать... Показать все пути... И... Начнем мы, наверное, вот... Проходить... Как бы... Вот... С самой ближайшей... Вот... Против часовой стрелки... Допустим, вот эта вот... Дверь... Давайте зайдем... Если мне не изменяет память... Зомбики... Ух ты, ух ты... А... Толкнуть их нельзя, да... Получается... Когда они... Приближаются... Так... Близко... Так... Ну вот... Церковь... Надпись... Амбрелла здесь... Музыка такая зловещая... Играет... Так... Дверь закрыта... Сохраниться... Сохраниться в игре можно... Только тогда, когда... Ну... Пройдемся... Тогда можно будет сохраниться... Амбрелла... Так что игра идет без перерыва... Наверно... Вся сложность в этом и есть... Так... Так... Здесь у нас пусто... Все... Старые часы... Заработали... Отверстие для часового... Ключа... Взяли... Ключ... И... У нас... Часы... Перестали... Тикать... Так что... Здесь у нас... Ключ... Церкви... Сама по себе... Игра... Не должна быть такой... Длинной... Ну... В принципе... Что еще могу сказать... Разработчики... Оставили ту же атмосферу... Что было в предыдущих... Резидентах... Ту самую атмосферу... В серии... У меня какая-то вот... Своя... Атмосфера... Какая-то мрачная... Передающая всю эпидемию... Т-вируса... Вот... Там... G-вирус... Т-вирус... Разные всякие... Вирусы... Ах... Что... На дверь не заходит? А-а-а... Нет... Заходит... Так, наш герой осмотрелся по сторонам, не знаю почему и для чего, травушка, опа, привет, у нас тут гости. Возьмем травку, ну, как нам известно из прошлых частей, как мы все знаем, трава, это аптечки. Зеленая трава, если ее просто принять одну зеленую траву, она пополняет немного здоровья, если смешать с красной травой, то она используется как полноценная аптечка. Давайте почитаем дневник смотрителя. Да, друзья, в игре еще файлы не переведены на русский. Вот. Так что я по старинке вооружаюсь словарем. Сейчас набросаю перевод. Вот. И начнем читать. Итак, друзья, тут набросал перевод. Сразу говорю, что перевод может быть как-то дословный, либо немного неправильный, потому что переводил я по словарю. Но, как получилось, не судите строго. Итак, дневник смотрителя. 7 октября 1998 год. Сегодня лидеры секции города, включая меня, посетили собрание с командиром. Брифинг был по уничтожению города Раккун-Сити. Во время конференции все винили Уильяма Биркина, а он предал компанию и хотел оставить Дживиру себе. Командир сказал, если здесь, в этом городе, есть такой же предатель, как Биркин, мы должны его немедленно казнить без вопросов. Я искренне согласен с приказами командира, этот город настолько важен Амбрелле, как была лаборатория в Раккун-Сити. Нет, этот город на самом деле намного более важен. Мы не должны позволить биологической опасности распространиться в этом городе. Мы не можем позволить, чтобы попытки Амбреллы купить город и учредить эти миллиардовые заводы пошли впустую. Нам следует внимательнее наблюдать за поведением персонала в будущем. Ну, вот как-то так, думаю, получилось правильно. Вот. Ну что, поехали дальше. Что у нас, здесь мы взяли только файл и траву, да? Возвращаемся обратно. Еще один остался. Зомби. Отлично. Здесь дверь закрыта. Так. Старые неработающие часы. Вы использовали ключ часов. Да, здесь все предметы используются автоматически. Просто надо подойти под определенным углом, как бы, может не сразу сработать. Но, если выберем правильный угол, все откроется, все вставится как нужно. Так, открылась потайная лестница, потайной ход. Ух ты, паучок. Давай-ка мы тебя сейчас загасим. Отлично. Да, кстати, здесь хоть по сравнению с предыдущими частями, когда убиваешь паука, из него не вылазят маленькие такие паучки, которые вот самое бесячее было. Из этого я и не любил этих врагов в предыдущих сериях. Так. Валим, валим. Еще живой. Стараемся стрелять в голову, но, как бы, не всегда получается. Потому что прицел как-то скачет сам по себе. Так. Ключ от запасного входа. Ну, я так понимаю, запасной вход это вот дверь, которая была закрыта. Валим, валим, валим. Ну, не знаю, давайте откроем ее, посмотрим, что за ней скрывается. здесь у нас собаки а я делаю прикрепить перекрестит да что то да чтобы собак убивать здесь надо намастриц вот так телефон сломан так вот в принципе вышли в пересечении развилок этих то бишь независимо какой бы мы вошли в какую пошли бы в начале дверь мы бы все равно вышли сюда как бы каждая развилка наведет определенное место что Субтитры создавал DimaTorzok